Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Компания была основана три года назад в Израиле, бывшими СИСа крупных израильских банков, пентестерами и исследователями информационной безопасности. В 2018 году Гартнер назвал Simulite крутым вендором, cool vendor. То есть это такая выборка наиболее интересных вендоров за определенный год. В том же году Simulite вышел на рынок России и СНГ. Первые два заказчика у нас в России появились, крупные банки, транспортная компания. И в этом году мы добавили еще несколько заказчиков. В основном это, конечно, финансовая отрасль. В мае этого года Simulite запустил то самое приватное облако в России. То есть нам доступен инстанс, полностью соответствующий закону о пересданных и находящийся на территории России. И в июне, еще из интересного, интересной новости, в июне Simulite выпустил новый модуль для построения симуляции полной цепочки IPT-атаки. И, соответственно, это единственное решение, которое позволяет это сделать. Так зачем же коллеги израильские сделали Simulite, основали эту компанию? Потому что СИСу плохо спят по ночам. Это основная мотивация. Вот эти вот вопросы, которые появляются у вас на экране, они на сегодняшний день не имеют понятного и точного ответа. Нельзя установить какой-то софт и получить исчерпывающий ответ, насколько компания реально защищена. Мы купили Firewall'ы самые лучшие, Endpoint, EDR, WAF и так далее. Но насколько мы реально защищены? Где мы больше всего уязвимы? Какой СИС у нас не работает? Вышла новая атака, новый ваннокрай, новая уязвимость. Насколько мы от нее защищены? Остановит ли Firewall эту атаку? Заблокирует ли антивирус эту атаку? Справятся ли мои сотрудники, когда начнется реальная IPT-атака? Как они будут себя вести? Они будут бегать в хаосе или они будут слаженно отрабатывать по процессу? Выбор нового средства защиты информации. Нужно ли мне инвестировать, допустим, в Deception платформу? Насколько она реально принесет мне пользу? Будет ли она что-то детектировать и предотвращать или нет? Или, допустим, насколько нужна UEBA-система? Что-то она увидит или нет? Еще один популярный кейс и проблематика – это какова реальная защищенность дочки, дочерней компании или компанию, которую мы сейчас купили и поглощаем? Какое состояние там средств защиты информации, хаос, не хаос и так далее? Все эти вопросы достаточно актуальны, достаточно понятны и практичны, но не было какой-то системы, которая позволяла бы дать внятный ответ на этот вопрос. И здесь такой комментарий Гартнера, что большинство организаций даже с девятизначными бюджетами на информационную безопасность в долларах, то есть это сотни миллионов долларов, не понимают, насколько эффективны их средства защиты информации. То есть это реальная проблема. У нас есть частичные ответы на этот вопрос. Во-первых, очень часто говорят PEN-тест и говорят Red Team. Что касается PEN-теста, его плюсы и минусы очевидны. Во-первых, PEN-тест проводится ограниченного времени по конкретному сценарию, и это разовая проверка. Зачастую PEN-тест – это ручная работа, где вы полностью зависите от качества сотрудников исполнителя, от их настроения, выспались они, не выспались, насколько там им… у них есть время, нет времени и так далее. То есть тут от раза к разу у нас непостоянные результаты. Ну, и поскольку это разовая проверка к моменту, когда они ее осуществят, напишут отчет, согласуют, и вы получите эту финальную версию, уже у вас все изменилось. Потому что у вас политики безопасности, настройки, ландшафт IT, инфраструктура и так далее меняются постоянно. Это все равно, что планировать ваш отпуск, сверяясь с прошлогодним прогнозом погоды. Может, попадет, а может быть и нет. Это PEN-тест. С RedTeam все немножко по-другому. RedTeam в зависимости от вашего бюджета и желания может быть гораздо более интересным и всеобъемлющим, но здесь тоже есть свои проблемы. Во-первых, это, конечно же, в разы больше бюджет, чем PEN-тест. И, опять-таки, это вполне конкретный сценарий. То есть и в PEN-тесте, и в RedTeam нет задачи обычно проверить все векторы на все угрозы, на все потенциальные атаки. Достаточно показать определенное количество, там, одну-две конкретных, один-два конкретных сценариев, где нас взламывают. То есть это все фрагментарные ответы, они ограничены или по векторам, или по времени, или зависят очень сильно от людей, которые это делают, или стоят больших денег, или все эти ограничения мы получаем. Коллеги из Simulate придумали новое решение, которое позволяет избавиться от большинства, если не от всех этих недостатков. Это Simulate комплексное решение для симуляции атак и взломов, которое автоматически запускает симуляции атак по всей цепочке KillChain, по всем типичным корпоративным векторам с тысячами проверок в каждом из векторов. То есть это комплексное решение, поскольку оно автоматическое, в нем предсказуемые результаты высокого уровня. Система делает одни и те же вещи. Естественно, базы сигнатуры и проверок пополняются, и система не устает. Система это может делать каждый день, каждую ночь, каждый вечер, как вы захотите. Алгоритм работы состоит в следующем. Во-первых, вы симулируете атаки, и я чуть подробнее расскажу об этом на следующих слайдах. После того, как атаки просимулированы, вы увидели результаты, вы их оцениваете и смотрите на выявленные недостатки в ваших средствах защиты информации или в ваших процессах, сотрудниках. И третий пункт, немаловажный, то, о чем иногда забывают, вы исправляете свои недостатки на основе подробных отчетов о том, какие проверки проводили, что они делали, и на основании рекомендаций, которые Simulate выдает вам, очень подробные о том, как задетектировать ту или иную симуляцию, ту или иную атаку и как предотвратить ее. И затем цикл повторяется, да, то есть ваша инфраструктура, ваши средства защиты не стоят на месте, поэтому мы должны проверять себя непрерывно. Обычно, как Simulate говорит, запускайте эти проверки каждую ночь, утром CISA приходит на работу, наливает себе горячий кофе и читает отчет. Повысился уровень защищенности, понизился, если он упал, то почему и что мы можем сделать, чтобы его обратно повысить. Давайте теперь поговорим о том, как работает Simulate, какая у него архитектура. Значит, платформа Simulate на сегодняшний день состоит из восьми векторов проведения атак, и они делятся на три категории. Значит, до эксплуатации, когда злоумышленник находится вне периметра нашей организации, но очень хочет проникнуть внутрь. Эксплуатация, то есть тот самый процесс первоначального взлома и доставки какой-то полезной злоумышленной нагрузки, получения административного доступа и так далее. После эксплуатации, то есть здесь уже у нас идет латеральное движение обычно по сети организации, попытка кражи информации, попытка ее эксфильтрации. И, значит, в каждой из этих стадий есть несколько векторов до эксплуатации, как у нас обычно доставляются угрозы. Самый популярный вектор, недавно я читал, по-моему, 80% атак, это почта. И, соответственно, в данном векторе Simulate проверяет те средства защиты, которые у вас стоят на пути почтового трафика. Какие бы они ни были, какого вендора, какого производителя бы они ни были, как бы они ни работали, Simulate агностичен конкретным вендорам, потому что он пытается, так же, как и злоумышленники, да, он пытается провести атаки именно на инфраструктуру, а ваше средство защиты должно ее как минимум определить или заблокировать. Веб-шлюз – это второй вектор, второй популярности. Соответственно, здесь мы проверяем, насколько ваши прокси, насколько ваши межсетевые экраны нового поколения, веб-шлюзы, URL-фильтры и так далее, насколько они справляются со своей работой. Это второй вектор. И третий вектор уже мы заходим не через пользователей, а заходим через SOT, и здесь мы проверяем, насколько уязвимы ваши веб-приложения к различным типам атаки. Это до эксплуатации. Значит, предположим, что нам удалось доставить нашу полезную нагрузку, и мы уже где-то внутри пытаемся закрепиться. Значит, здесь есть первый вектор, так называемый фишинг. Наверное, он немножко отличается от преэксплуатации, потому что здесь пользователь сам активно что-то делает. То есть ему пришло фишинговое письмо, в нем, может быть, нет вредоноса какого-то, но он сам активно нажимает на ссылочку и сам себя, скажем так, эксплуатирует. И второй вектор здесь endpoint security – это проверка тех средств защиты, которые у вас установлены на хосте. Это могут быть антивирусы, антивирусы нового поколения, EDR-решения, UBA-решения, то есть DLP может быть, то есть все то, что у вас стоит на хосте и проверяет работу хоста. После того, как мы проэксплуатировали определенную машину, закрепились, находимся на ней, соответственно, мы пришли в организацию не просто так погулять, у нас есть какие-то цели. И, значит, здесь у нас сегмент уже после эксплуатации, во-первых, внутреннее или латеральное движение. Ищем хосты, которые нам доступны, смотрим, какие учетные записи есть, какие, может быть, открытые порты, базы данных и так далее. То есть все множество тех, техник и тактик, которые используют злоумышленники при латеральном движении. И, значит, следующий вектор – это эксфильтрация данных. То есть подвигались внутри компании, нашли интересный хост с важной базой данных, заказчиков, клиентов и так далее. И пытаемся украсть. Пытаемся украсть там персональные данные, номера кредитных карточек, паспортов, имейлы и так далее. И, соответственно, здесь Simulate пытается это сделать, пытается эксфильтровать данные. И мы смотрим, как ваша DLP-система или, опять-таки, может быть, Firewall Next Generation это дело детектирует или даже блокирует. Это, соответственно, семь векторов в трех категориях киллчейна. И восьмой вектор, который опоясывает комплексно все эти вектора – это FullKillChain APT, то есть симуляция атак по всей цепочке APT, где мы надергиваем из индивидуальных векторов шажки и составляем целую комплексную APT-атаку. Например, доставка у нас через почтовый вектор с помощью такого-то файлика, который делает такие-то вещи на хосте, например, повышает свои привилегии, пытается сделать скриншот экрана, пытается потом просканировать сеть с помощью латерального движения и потом крадет данные. То есть можно… крадет, например, номера кредитных карточек. Можно составить вот такую вот цепочку атаки и, соответственно, просимулировать только вот этот набор проверок. То есть если каждый индивидуальный вектор, он симулирует все множество проверок внутри себя, то есть все техники почтовые или там все техники веб-фьюза, то KillChain APT, Full, полный KillChain, он проверяет конкретные шажки в каждом векторе, но составляет из них непрерывную целую цепочку и Simulite показывает вам, насколько он смог продвинуться в этой цепочке, что сработало, а что нет. Также вот вы видите на экране такие появились красные огоньки. Это еще один, скажем так, девятый вектор, который называется immediate threats, то есть новые свежие zero-day угрозы. Здесь он заключается следующим образом. Когда у нас появляется новый какой-то вредонос, новая атака, она сначала попадает в этот вектор immediate threats, он может быть email, web или endpoint, и, соответственно, там в течение часов или дней с момента появления этой атаки Simulite выпускает новую проверку, она появляется в этом immediate threats векторе. Вы можете настроить, что автоматически ваши средства защиты будут проверяться на эту атаку или вручную. И, соответственно, через несколько дней, после того, как пройдет эта атака, когда это станет уже стандартной исторической атакой, эти проверки индивидуально становятся доступны и в рамках основных векторов. Давайте посмотрим на этот процесс с точки зрения корпоративной схемы, корпоративной сети, у нас есть интернет, где находятся плохие ребята, у нас есть мы, наш хост, за которым мы работаем, и у нас есть периметровые средства защиты и периметровая инфраструктура, электронная почта, веб и веб-приложения. Значит, вот наш злоумышленник, вот наш инсайдер, потому что не стоит забывать, что инсайдеры тоже активно запускают атаки, и, соответственно, до эксплуатации. Мы проверяем те средства защиты, которые у вас стоят. Во-первых, на пути электронной почты или веба, то есть типично имейл или веб, шлюз, песочница может быть, контент реконстракшн, реконстракшн. У чекпоинта есть, например, такое решение, где они PDF-ники пересобирают. Может быть, анализ сетевого трафика, могут быть, кстати, UBA-решения и так далее. То есть все, что угодно, что у нас стоит на пути вот этого вот трафика. И отдельно у нас проверка WAV. Дальше, после того, как мы уже попадаем на хост, это у нас социальная инженерия и проверка непосредственно хостовой защиты, какая бы она у вас ни была, и DR, и endpoint, и так далее. Это эксплуатация. И после эксплуатации у нас уже идет латеральное движение. То есть здесь мы обычно проверяем как раз-таки анализ сетевого трафика, deception, EDR-системы, UBA-системы, и затем эксфильтрация и кража данных. И здесь мы обычно проверяем DLP-систему. Симуляция full kill chain и APT-атак – это отдельный вектор, как я сказал. И здесь мы можем проверить не только те атаки, которые вы сами создали, но также уже имеются известные шаблоны таких атак, так как Lazarus, APT-38, Finate, Cobalt Strike и так далее. И что немаловажно здесь упомянуть, то что по каждой атаке, по каждому шагу этой атаки предоставляются полные отчеты. То есть что было сделано, где атака остановилась, как она была детектирована или не детектирована, и что вы можете делать, чтобы в будущем ее детектировать и предотвращать. Но это я чуть позже покажу. Вот здесь пример вот такой вот атаки сборной APT, но, в принципе, я уже об этом рассказал. То есть из каждого вектора мы выбираем что-нибудь свое, какую-то свою конкретную технику или метод, и затем проверяем всю цепочку. Как вы помните, последний шаг, третий, после того, как мы протестировали, оценили, посмотрели, это повысить свою защищенность и понять, что произошло. В данном случае Simulate предоставляет нам два типа отчетов. Это отчеты для технических специалистов, для аналитиков SOC и отчеты для руководителей. Значит, отчеты для технических специалистов содержат подробные описания того, что происходило, как устранить, как детектировать. Есть ссылочки сразу на техники, тактики, метроатак, матрицы, прямые ссылки и также прилинкованные ссылки на атаки, которые используют ту или иную технику. Также у нас полный таймлайн того, какие шаги были в этой атаке, что происходило, на каком шаге мы остановились и так далее. Полные технические отчеты можно выгружать, соответственно, их в PDF, можно выгружать в CSE хэши файлов, которые использовались при симулировании атак. Можно интегрировать в CM-системы, с другими системами API доступен, можно интегрировать с SUAR и так далее. Следующий тип отчетов для руководителей – CIS. Здесь больше циферок, больше графиков. Здесь мы смотрим на динамику защищенности. Тот самый пресловутый график – сегодня мы более защищены, чем вчера или нет. в разбивке по индивидуальным векторам, которые мы проверяли, и в совокупном по организации, и также можно сравнивать свой уровень защищенности с организациями той же отрасли. Данный отчет, кстати, очень удобен для того, чтобы понять, в какой сегмент вам стоит инвестировать. Допустим, если видите, что у вас очень высокий уровень незащищенности от латерального движения, это может стать для вас сигналом о том, что нужно посмотреть на deception или на EDR или анализ сетевого трафика, потому что в данном случае, вот в данном отчете, все атаки, которые Simulet запускал, они не были остановлены. Значит, кроме того, Simulet дает вам вот этот совокупный, совокупную оценку защищенности по вашей организации по шкале от нуля до ста. Чем выше эта оценка, тем выше ваш уровень незащищенности, то есть в идеале должно быть ноль, и он складывается на основе комбинации нескольких переменных, в том числе серьезность атаки, вероятность ее возникновения в принципе, успешность данной атаки в прошлом, на основе MITRE, CVSS и так далее. То есть это некий сборный такой, проприетарная сборная метрика саму. Значит, по описанию работы это все. Теперь давайте переключимся к демонстрации. Да, коллеги, я вижу комментарий, что срывается звук. Заранее прошу прощения. Если необходимо, мы сможем в индивидуальном порядке затем провести еще раз эту презентацию и демонстрацию и предоставить продукт на тест. Значит, переходим в интерфейс Simulate, веб-интерфейс, и сразу мы видим отчет или такое визуальное отображение всех вот этих векторов. Вот наш центр, скажем так, организации. Здесь у нас APT-атаки, чуть дальше от центра у нас эксфильтрация и латеральное движение, еще дальше фишинг-эндпоинт, и на самом краю, на периметре у нас почта, веб и веб-аппликейшн-фейервол, и сразу мы видим по каждому из них наш уровень защищенности. Кроме того, мы смотрим фит обновлений, то есть что у нас происходило, какие у нас добавлялись проверки, какие запускались атаки и так далее. И если хотим, можем перейти сразу на конкретные отчеты, или, допустим, если вышла новая атака, то можем запустить проверку на нее. Дальше слева у нас отопряжены все эти наши вектора, опять-таки, и здесь уже мы можем непосредственно запускать эти проверки. Значит, первый вектор — это immediate threats, то есть новые угрозы, и здесь мы видим вот эти вот индивидуальные угрозы, которые мы можем, соответственно, запускать, то есть мы выбираем тот сегмент сети, который мы проверяем, например, на веб, тот, который мы на endpoint protection проверяем, и запускаем эту атаку. Кроме того, как я и говорил, вот здесь есть авторан, где мы можем выбрать сегменты необходимые и автоматически по мере появления новых проверок осуществлять, соответственно, тесты, насколько мы уязвимы получать отчеты. Очень удобно. Допустим, ночью вышла какой-нибудь в Anacry, система делает эту проверку и дает вам отчет, и вы уже автоматически видите, насколько вы защищены. И можете ответить на тот самый пресловутый вопрос, насколько вы по факту защищены от новой атаки. Значит, следующий вектор — это email, gateway, email, шлюз, то есть здесь мы проверяем наши почтовые средства защиты, проверяем на лучшие практики, то есть какие типы файлов мы пропускаем, какие блокируем, какие, соответственно, расширения и так далее, содержимое, высокорисковые файлы, дальше можем отдельно тестировать офисные файлы, исполнимые файлы различных типов, известные коммуникации с известными вредоносами или те файлы, которые, допустим, содержат в себе известные вредоносные техники, например, повышение привилегий, эксплойты, криптологии, речерви и так далее. Кроме того, можно всегда составлять свои собственные наборы проверок. В проверках могут быть тысячи различных сэмплов. Ну и затем мы выбираем цель, сегмент, в котором мы это тестируем, и устанавливаем расписание. Если хотим, можем подгружать собственные сэмплы и проверять собственные сэмплы. Следующий вектор — это web gateway, то есть проверяем веб-шлюз. Этот вектор на сегодняшний день мой любимый, потому что в одном из банков, которые мы тестировали, мы сразу увидели, помогли им обнаружить некорректность настройки одного из их фаерволов именно с помощью вот этого вектора в рамках тестирования бесплатно, и помогли им, соответственно, повысить свою защищенность. Значит, веб-гейтвей здесь мы проверяем на фишинг, то есть ежедневно обновляемый список из IP-адресов, урлов, известных фишинговых сайтов. На данный момент здесь 409 записей. Криптолокеры, 15, command and control, серверы. Если вот это вот три, это различные серверы, урлы, то здесь у нас уже конкретные файлы, которые передаются через ваши средства защиты, которые веб-трафик смотрят, эксплойты и нарушения политик безопасности, например, попытки перехода на игровые сайты, социальные сети и так далее. Точно так же выбираем те проверки, которые нам интересны, и, соответственно, расписание, и запускаем атаку. Следующий вектор – это web-application-firewall. Здесь мы указываем наши веб-приложения, то есть наши сайты, и запускаем атаки, такие как SQL-инъекция, cross-site scripting, добавление файлов, инъекция команд и проверка на известные уязвимости нашего веб-ресурса. Далее фишинг. Здесь все более-менее известно, понятно, то есть мы добавляем людей и группы людей в наши организации, мы создаем ресурсы, то есть посадочные страницы, формы для входа, указываем наши домены и можем различные шаблоны писем создавать или файлов, и, соответственно, затем строим из этих вещей компании, то есть выбираем группу людей, которых мы хотим проверить, выбираем шаблон письма, которым отправляем, шаблон странички, на которую они должны перейти, формочку ввода логина и пароля и так далее, и затем смотрим, сколько из них и как далеко продвинулись в своем квесте фишевые атаки. Следующий вектор – это endpoint security. Здесь мы проверяем хостовые средства защиты. Опять-таки здесь есть проверка на лучшие практики, то есть что, в принципе, может делать наш файлик на хосте, поведенческие проверки, проверки на основе сигнатур, то есть здесь используются, например, заведомо известные вредоносные файлы. Очень важно заметить то, что Simulate никогда не будет запускать сэмплы или файлы, которые могут нанести вред в вашей инфраструктуре, никогда не будет запускать эксплойты, потому что, сами понимаете, любой неверный шаг и, может быть, не только на решении Simulate вашей компании, но и о вашей карьере можно будет забыть. Поэтому Simulate ничего такого не делает. Все проверки, которые происходят, они безопасны. Но в данном тесте, например, используются реальные вредоносцы, которые могли бы нанести вред, если бы их кто-то запускал, но Simulate их не запускает. Кроме того, он помещает их в защищенную папочку, туда, куда имеет доступ только ваш антивирус. Криптолокеры, черви, трояны, различные техники, тактики из митроатак, например, вот, опять-таки, внутреннее движение, доступ к учетным записям и так далее. И можно, конечно же, создавать свои собственные шаблоны. Значит, следующий у нас вектор – это латеральное или внутреннее движение. И здесь мы симулируем поведение злоумышленника, который уже проник в вашу компанию, закрепился на хосте и хочет двинуться дальше. И, соответственно, что этот злоумышленник делает, можете спросить любого пентестера. Он начинает смотреть, какие есть хосты, с помощью каких учеток, там, НТЛМ хэши и так далее. Он может туда продвинуться, какие порты интересные есть, какие закешированные, может быть, данные есть и так далее. То есть все эти техники и тактики Simulate симулирует и пытается по вашей организации как можно сильнее, как можно глубже продвинуться и показывает затем вам карту своего вот этого движения, то есть, по сути, карту сети глазами злоумышленника. И, безусловно, наступит определенный момент, когда Simulate там с какого-то хоста уже не сможет двинуться дальше. И в данном случае помогает интеграция с средствами анализа уязвимостей, сканерами уязвимостей, в частности, Tenable сейчас доступна интеграция, когда Simulate берет данную, данные карту сети, как он сам ее смог построить, и добавляет туда данные по уязвимостям хостов, то есть показывает вам, а как можно еще подвинуться, если бы кто-то применял эксплойты, да, то есть такая, получается, комплексная картина. Часть карты состоит из методов без эксплойта, дальше и в дополнение отображается, что можно делать, если бы мы применяли эксплойты, хотя злоумышленники, конечно, чаще всего их не применяют в большинстве случаев. Значит, следующий вектор – это эксцентрация данных, проверка DLP, и здесь мы множеством различных методов пытаемся данные украсть. Это HTTP, HTTPS, эксцентрация, DNS, туннелирование DNS и PING, электронная почта, отправка по электронной почте, съемные устройства, телнет, FTP, файл шарик, чаты, открытые порты. Значит, здесь мы выбираем методы, а тут мы выбираем типы данных, которые мы пытаемся украсть. Например, можем задать определенный шаблон или фразу конкретную, например, confidential. Можем задать, например, номера кредитной карточки Visa в количестве, например, 150 номеров. Можем задать IP, адреса, MAC, адреса, или просто написать, например, confidential, то есть какая-то фраза. И затем, соответственно, запускаем проверки. Далее, вектор full killchain APT, то есть это вектор, который позволяет нам собрать индивидуальную атаку из множества векторов. И здесь, как мы видим, уже есть несколько шаблонов. Для нас подготовлены Cobalt, APT38, Oil Rig, Patchwork, Lazarus и так далее. И мы можем создавать свои собственные шаблоны, где мы указываем сначала, как мы хотим запускать эту атаку без агента. Например, это наиболее реалистичный метод. И дальше, здесь, наверное, лучше показать будет. Дальше мы указываем начальный вектор проникновения до эксплуатации. Например, письмо с вложением. Можно выбрать письмо со ссылкой или ссылочка на скач. Дальше мы выбираем, что в этом письме с вложением будет. Какого типа файл. Например, у нас будет файл, ну скажем, XLT. И, например, мы его поместим в файл MSG. То есть это уже будет два уровня встраивания, чтобы пытаться обойти различные средства защиты. И в зависимости от типа могут быть до трех уровней. Это, значит, метод доставки. Дальше мы выбираем, что мы будем делать на хосте. Когда мы доставим, например, можно выбирать по техникам meter attack. То есть можем, например, запускать через run.dll. Можем закрепляться с помощью, например, задачи в планировщике задач. Можем обходить наши средства защиты с помощью, например, манипуляции токенов доступа. Мы можем смотреть информацию о нашей системе, например, где-то тут должен быть, например, поиск аккаунтов. Где-то должен быть скриншот, может быть, я пропустил его и так далее. То есть здесь видите различные техники, которые могут использоваться. И вы можете набирать себе тот набор, который вам интересен. Ну и, соответственно, здесь можно добавить еще различные опции. И наша атака готова. Мы ее сохраняем и затем запускаем. И, как видите, здесь только конкретный метод доставки, конкретный метод эксплуатации, конкретные вещи, которые мы запускаем на хосте, в отличие от остальных векторов, где в каждом векторе у нас множество проверок в рамках одного вектора. Дальше у нас отчетность. Это те проверки, которые мы запускали. Я на этом не буду останавливаться. Покажу вам отчеты. Значит, здесь у нас отображается отчет по всем категориям проверок векторов, статистика по времени и наша оценка среди коллег по цеху. Значит, давайте посмотрим Endpoint Security. В данном случае мы видим, что по последним... По результату тех оценок, которые у нас проводились, у нас 52 балла, что не очень хорошо, можно усилить. Значит, последняя проверка у нас завершена. Мы проводили ее на вот этом агенте. Категория так. Можно добавить комментарии, можно скачать отчеты для руководителя, технические, ТСВ, антивирусные, по Митро. И то же самое можно отправить на электронную почту. И дальше мы смотрим, значит, статистику по последней атаке. Например, в данном случае у нас 29%. Атака конкретная прошла на 29%. Наиболее уязвимым были кражи данных из буфера обмена. Наша оценка на основании последних 10 проверок. Всего у нас было 6, на самом деле, проверок. И дальше у нас идет перечисление типов атак, которые мы запускали по типу и по техникам Митро. Например, вот можно посмотреть все атаки, которые включались для копирования файлов в соответствии с классификацией Митроатак. Ну или наиболее, скажем так, наглядно будет посмотреть, наверное, криптолокер. Вот в данном случае мы видим индивидуальные сэмплы, которые запускались. Например, вот этот сэмпл, он продвинулся на 31%. И мы видим все шаги вот этой атаки. То есть тут 13 шагов. Соответственно, вот где-то на пятом шаге он остановился. И по каждому шагу мы видим, что происходило, как избежать данной ситуации и как детектировать данную ситуацию, как я показывал справа, мы видим ссылочку на Митроатак сайт. Можем посмотреть, что это за техника, подробное описание. И сразу же сэмплы атак, которые используют данную, соответственно, технику. Справа мы видим, в принципе, обзор этого сценария. Можем посмотреть, продетектировала наша CM или EDR-система эту атаку на основе интеграции с их логами. Прогресс атаки и такая роза ветров по тактикам Митро, которые в данной... то есть это профиль атаки. Какие техники и тактики в данной атаке больше всего применяются. Ну и, соответственно, для каждой стадии вот этот подробный обзор, он доступен. И давайте, наверное, посмотрим еще латеральное движение, потому что там должны быть красивые карты сети. И, коллеги, пока мы смотрим латеральное движение, задавайте вопросы, и мы с коллегами из диалог науки обязательно на них ответим. Так, значит, вот у нас проверки. Давайте посмотрим, что здесь интересного есть. Вот, например, вот эта проверка, она прошлась по 151 хосту из 276 хостов, которые были найдены. И, соответственно, вот он, наш отчет по данной атаке. Сейчас он прогрузится. Значит, здесь мы видим, собственно, вот эту карту движения. Справа мы видим статистику, то есть нашли 68 серверов, 83 рабочей станции и так далее. База данных, веб-серверы, учетные записи, токены и так далее. И у нас доступны отчеты по спрейнгу паролей и по... Не знаю, как по-русски это сказать. В общем, вы сами видите этот текст. Дальше слева мы видим, откуда мы начали эту атаку. И, соответственно, в данном случае у нас выделен этот хост. Мы видим какие-то файловые шары, видим какие-то токены, пароли, если они там были, кэши, пароли. Это самая штука по заражению кэша. И мы видим непосредственно карту сети, то есть как мы это все насканировали, как мы попрыгали по хостам. Вот отсюда начали, сюда, сюда, сюда. Допустим, потом прыгнули вот отсюда, вот наверх. Наверх сюда, вот на эту машину, 53-ю. С нее мы там еще на ближайшие машины и так далее. То есть мы видим, как с точки зрения злоумышленника, как мы двигались и, соответственно, можем это также получить в отчетах CSV, например, все траектории движения. Кроме того, мы можем четко задавать ограничения, то есть те подсети и те методы атак, которые мы можем использовать, опять-таки, чтобы не навредить, чтобы случайно не зайти туда, куда нам нельзя ходить и не сделать то, что нам нельзя делать. Но, понятно, чем больше вы разрешите техник, тем более реалистично будет, но, опять-таки, важен баланс с непрерывностью бизнеса и устойчивостью вашей инфраструктуры. С точки зрения демонстрации это все. Коллеги, если есть какие-то вопросы, Кирилл, я готов отвечать. Вот, и будем отвечать тогда. Ну, пока подытожу то, что решение доступно для теста. Для этого, пожалуйста, обращайтесь с коллегами из Диалог науки. Они компетентны, соответственно, в проведении полноценных тестирований. Какая нагрузка на сеть и хосты? Значит, нагрузка, безусловно, зависит от количества атак и типа проверок, которые вы запускаете. Например, если вы запускаете проверки на все сэмплы в email векторе, то представьте себе, вам отправляются тысячи email. Другое дело, что Simulet интеллектуальная система, она не отправляет тысячу email сразу. Там есть, соответственно, дозирование, то есть там по нескольку email в промежутке времени, чтобы не допустить какой-то аномальной нагрузки. То есть можно сказать, что работа системы не превышает нагрузку на сеть равноценную обычному пользователю, который есть в вашей сети. Значит, следующий вопрос. Решение предоставляется только как SaaS или можно развернуть продукт локально на собственных ресурсах? Константин, значит, система архитектурно состоит из двух больших блоков. Первый блок – это интерфейс управления и эмуляция внешнего злоумышленника, то есть архитектурно нам нужно быть где-то вне вашей сети, чтобы эмулировать проникновение в нее. То есть этот компонент, он может быть установлен либо в облаке Amazon, либо в облаке в России локальном, или же в вашем собственном отсоде, но где-то вне того сегмента, который мы проверяем. И второй компонент данной системы Simulet – это эмулятор инсайдера и эмулятор вот этого глупого пользователя, который начинает нажимать на все ссылки, приходить на вредоносный сайт. То есть вот два компонента, одна из них обязательно локально стоит у вас, одна из них обязательно должна стоять вне сегмента, где-то в интернете, для того чтобы, соответственно, все работало корректно. Так, коллеги, есть ли еще вопросы? Я вижу, что 19 человек нас сейчас слушают, смотрят. Пожалуйста, задавайте. Есть ли локализация системы Егор? Зависит от того, что вы понимаете под локализацией. Как я уже сказал, система, там, та версия, которую мы предлагаем использовать к компаниям, которые должны соответствовать строго локализации данных. Это, соответственно, система находится на территории Российской Федерации. Требования к ресурсам. Павел, значит, все опять-таки зависит от объема проверок, который вы хотите. Но, в принципе, это три типичных сервера, базы данных, приложения и еще один какой-то сервер, честно говоря, не помню, чем он занимается. И, соответственно, локальный компонент – это агент, который достаточно скромный по своим требованиям. Сравнивали ли с комплиентами? Чем Simulate круче? Ну, давайте, скажем так, кто конкуренты? Значит, конкуренты Pintest, понятно, что здесь более комплексные проверки. Конкуренты и другие решения категории баз, они на самом деле работают по другим принципам. То есть есть решения, которые реализуют только вектор латерального движения. То есть это, скажем так, сканер нового поколения, как они себя называют, который по вашей сети бегает, пытается проэксплуатировать все, что он видит, но это реализация только одного вектора. То есть Simulate реализует 8, скажем так, 8 плюс 1 векторов, то есть 8 типичных, плюс и media threads. То есть это комплексная проверка, потому что злоумышленники не ограничены только эксплойтами. То есть нужно максимально реалистично. С точки зрения глубины функционала вы видели интеграции с Mitra Attack, интеграцию с источниками логов, чтобы проверить, детектировано это или нет. Это тоже достаточно уникальная, интересная фича, комбинация которых редко встречается. Ну и третье, то, что я бы назвал такое интересное, это вот этот full killchain APT, то есть накладывание, составление вашей индивидуальной APT-атаки из различных векторов. Это тоже уникальная штука, которую я не встречал нигде. Есть ли русификация? Егор, ну нет, русификации нет. Обычно средства защиты информации глобальные, они не русифицируются, люди используют английский интерфейс. В принципе, это достаточно распространено. Так, коллеги, пожалуйста, задавайте еще вопросы. И также, если у вас появятся вопросы после нашего вебинара, пожалуйста, пишите коллегам из делок науки, и мы обязательно вместе ответим. Пока вопросы задаются, можно сказать, что система уже успешно используется в России, банки, транспортные компании, как я рассказал. И не то, что в продакшене, даже на пилотах мы приносим пользу, мы показываем реально заказчикам недостатки, ошибки конфигурации в их средствах защиты. Можно подробнее про эмблятор глупого пользователя? Юрий, ну, это распространено по множеству векторов. Например, наиболее, наверное, это явно выявлено, представлено в векторе веб, где одна из проверок – это попытка пользователей зайти там на зараженные сайты. То есть, в принципе, это один из наиболее распространенных типов атак. И другой пример, наиболее очевидный – это фишинг, где пользователям отправляются письма на основании шаблонов со ссылочками или с вложениями, например. И пользователи клюют на это и нажимают на эти ссылки, начинают там вводить логин и пароли. Ну, очевидно, что здесь с данным человеком нужно работать, повышать его осведомленность. Как формируется цена? Цена состоит из набора векторов. То есть сколько векторов вам необходимо, из этого складывается стоимость решения. Это подписка, ежегодный равный платеж, как, в принципе, наверное, уже большинство средств защиты, большинство IT-продуктов лицензируются у нас сейчас по ежегодной подписке. Да, пожалуйста, коллеги. Кирилл, ну, наверное, все, кто хотел, уже задали вопросы сегодня. Да, коллеги, спасибо. Если будут вопросы, пишите на адрес, который я отправил в чат. Либо на нашем сайте также можно найти адрес почты, на котором можно будет задать вопросы. Всем большое спасибо. Илья, вам спасибо за интересный доклад. Тогда до новых встреч. Ждем нас в следующих событиях наших. Спасибо, до свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok